Алекс Сорос, 38-летний наследник империи Сороса, призвал демократов всячески выпячивать статус Трампа как уголовника. Далеко не все готовы это делать. Многие политтехнологи демпартии боятся, что уголовное дело скорее помогает Трампу на выборах, чем мешает. Это подтверждают также и опросы. Американцы голосуют уже даже против поломки системы судов, а не кандидатов на президентский пост, и потери контроля над коррупцией. Но для Сороса-младшего это дело носит особый характер. Ведь он потратил больше миллиарда долларов на борьбу с президентской компанией Трампа и непосредственно помог избраться прокурору Манхэттена Элвину Брегу, который выстроил свою компанию изначально с обещанием засудить Трампа. С реальной преступностью в Нью-Йорке Элвин Брег не борется. Многих за грабежи и убийства, и нападения отпускают на свободу даже без залога. Зато врагов народа, вроде Трампа, пытаются закошмарить фейковыми делами. И такие прокуроры Соросята уже есть во многих левых мегаполисах США. От Сан-Франциско и Портленда до Чикаго и Нью-Йорка. Их избрание на волне погромов БЛМ привело к невиданному взлету преступности в США. Для Алекса Сороса вести культурные войны внутри США интереснее, чем устраивать цветные революции по всему миру. Поэтому он спонсирует и пропалестинские протесты. Готовится вывести на улицу весь актив Демпартии в случае победы Трампа, чтобы помешать переходу власти. Компания Трампа планирует собрать 150 миллионов долларов за пару дней после оглашения вердикта, а также мобилизовать электорат и зафиксировать позиции в президентской гонке. Но американское общество морально готовится к периоду турбулентности в ближайшее время. Попытки устроить цветную революцию уже в США после 5 ноября и до наигурации в январе. Компания Трампа Субтитры создавал DimaTorzok